МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мастер спорта по рукопашному бою Илья Шадриков. Здравствуйте, Илья Сергеевич. Здравствуйте, Ноля. Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рада видеть вас сегодня в нашей студии. А мы поговорим на одной из важных тем. Сила, слава, долг молодого поколения. Поговорим о воспитании нашей молодежи. Какие методы вы используете и какие качества прививаете в своем клубе Ярополк? И как вообще произошло? Ведь вы такой яркий, красивый мужчина, молодой. И уже в 2011 году вы решили создать спортивно-патриотический клуб. Достаточно в молодом возрасте. Как так получилось? Откуда пришла вот эта любовь? Или желание помогать нашим детям? Как все произошло? Ведь вы отличник, насколько я знаю. И закончили... Подскажите. Ну, у меня получается, Санкт-Петербургский кадетский ракетно-артиллерийский корпус. Потом была военная академия Петра Великого. Это высшее военное образование. Но закончил я с отличием кадетский корпус. Это на тот момент, 1998 год, кадетский корпус у нас принадлежал один из двух кадетских корпусов, которые принадлежали официально Министерству обороны. Сейчас достаточно очень много кадетских корпусов, особенно в различных ведомств. Но в каждом кадетском корпусе все равно дается по-разному. Образом говоря, кадетский корпус налоговой полиции, он существенно отличается все-таки от Суворовского училища. А на тот момент, в 1998 год, как ни крузе, все равно у нас были задатки и сама программа именно Суворовского училища. Суворовское училище, это, как правило, всегда считали, что это наземные, сухопутные войска. У меня кадетский корпус, это все-таки был... Ракетный. Это артиллерийский, потому что есть вид войск, ракетные войска стратегического назначения, это ТОП-ЛМ, сейчас ЯРСы, вот, а есть ракетные войска и артиллерия. Вот именно в год Великой Отечественной войны артиллерию всегда называли бог войны, так как 70% уничтожения противника приходилось только именно на артобстрелы, да. Поэтому ракетные войска и артиллерия. А потом уже я учился именно в ракетных войсках стратегического назначения. То есть это уже такие... А как получилось, вот, с какого класса, да, и как получилось, родители настояли, или у вас было желание, как получилось, что все-таки уехать, ведь вы родились в городе Красногорске, и уехать в Санкт-Петербург. Ну, это такая история, ну, я периодически ее рассказываю. Расскажите нам, пожалуйста. На самом деле, нет, у меня мама, она очень творческий человек, она все мои школьные года, она каждое воскресенье, у нас троих, я самая старшая в семье, у меня еще младший брат и младшая сестра, она нас старалась вывезти в Москву, в различные музеи, в театры, вот. То есть каждое воскресенье мы куда-то ездили, и в процессе этих поездок я очень часто в метро видел суворовскую форму, так как в Красногорске ее очень редко встретишь. А в метро, так как у них было увольнение, я очень видел, и на самом деле, ну, как-то влюбился, какой-то позыв у меня был. И где-то в классе в седьмом, я помню, мы с мамой разговаривали, кем я стану экономистом, юристом, программистом. То есть вот тогда слово программист только набирало обороты, хотели даже поступать в какой-то колледж, но все-таки я говорю, мам, я очень долго у нее, кстати, в процессе всех этих поездок спрашивал, что такое генерал, какие войска бывают, она с учетом своих знаний пыталась мне как-то, да, объяснить. Но потом все-таки я понял, мам, все, я буду военным. И мы хотели первоначально поступать в Московское Суворовское училище, но она пришла, с военкоматами пообщалась и сказала, что именно вот сейчас очень сложный набор, то есть там на одно место было 10 человек, по-моему. Она говорит, ты поедешь в Санкт-Петербург, потому что там конкурс гораздо меньше. Вот, я поехал в Санкт-Петербург, у меня льгота была, многодетная мать-одиночка, у меня родители в разводе, вот, и с учетом того, что я считаю, что неплохо учился в школе, хотя я всем своим даже воспитанникам говорю, что я был заучкой. То есть у меня не было такого, что я прочитаю материалы и прям сразу все знаю. Мне приходилось это заучивать. Вот, ну, наверное, старание и труд все-таки сделали из меня какого-то хорошиста, отличником я не стал, хотя в какой-то момент на втором курсе кадетского корпуса я шел на золотую медаль, то есть подразумевало это. Ну, с учетом того, что на третьем курсе я стал очень часто выступать за сборную кадетского корпуса по легкой атлетике, я очень часто прогуливал лабораторные работы по физике. И вот, ну, как-то вот эта тройка... А снисхождение не было, да, никакого? Ну, в каких-то дисциплинах было, а в каких-то дисциплинах не было снисхождение. Ну, и я старался все равно успеть за двумя зайцами быть вроде как хорошим спортсменом и при этом учиться. Поэтому я даже своим воспитанникам сейчас говорю, что, вот есть пословица, за двумя зайцами побежишь, ни одного не поймаешь. Ну, иногда я считаю, что можно и двух зайцев. Пускай они на такой большой скорости, они бегут, но они бегут все-таки вместе и рядом. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, ну, Суворовское для меня очень многое дало в этой жизни уверенность. Даже сейчас, когда я работаю со своими воспитанниками, я всегда им говорю, ребята, это коллектив, ну, это, образно говоря, социум. И стараюсь, чтобы они между собой как-то ладили, потому что в коллективе люди разные все, у кого-то разный характер. Но если люди собираются одного мнения, одного взгляда вместе, правильного взгляда, в принципе, что я и моя команда, мы пытаемся им дать, это такие достаточно, наверное, серьезные кадры, которые могут послужить на будущее нашей страны. Вот, я забыл, чуть-чуть перепутал, какой вопрос у вас был. Как вообще получилось, что вы уехали, и как происходило вот это становление, вот как, почему именно военную? Ну, уехал, получается, уехал, и я благодарен, получается, мне 14 лет было, я уехал в Санкт-Петербург, считай, в Красногорск я приезжал только три раза в год. Это были зимние, весенние и летние каникулы. Все, потом в какой-то момент я рассматривал поступление высшее военное училище. В Санкт-Петербурге, но все-таки дом соблазнил, то есть я все-таки поступил в Москву. Ну, он поступил в военную академию, там тоже достаточно был серьезный конкурс, но, наверное, повлияла Олимпиада за несколько месяцев до поступления во многих училищах, и в военных, и в гражданских есть такие моменты, как Олимпиада. Если ты там себя проявляешь, тебя, в принципе, замечают. Меня вроде как заметили, вот я поступил, и я думал, что я буду ракетчиком. Но тогда был еще такой возраст, знаете, то есть первый-второй курс, ты вообще не знаешь, кем ты хочешь стать. Но ты понимал, что ты будешь военным, а вот где именно, непонятно. Хотя вот сейчас я общаюсь с людьми, вот, знаете, я не могу понять, вот Суворовское училище, и 100% выпускников, то есть это, на тот момент у меня был 8, 9, 10, 11 класс, сейчас берут уже после 5 класса, это 6, 7, 8, 9, 10, 11, они 6 лет учатся. И после 6 лет только 40% уходят дальше в военное училище, а 60% все разбегается по гражданским вузам. И государство в тебя, получается, вкладывает столько денег, столько денег, а ты, образно говоря, берешь его и кидаешь. Ну, какой-то ответственности нет, скажем, да, вот я знаю, и там у нас, например, были такие, что устают, может быть, дети, или, может быть, когда-то, ведь в вашей судьбе, получается, вы сделали свой выбор. А иногда, когда, там, после 6 класса, мальчишки же еще не понимают, ну, то, что, куда они хотят, да, они еще, в принципе, совсем дети, может, там, 12 лет, получается, 12-13 лет. Ну, как, ну, это мы, следующая, там, тема, мы затронем вообще, какая программа нашего клуба. Я, в свою очередь, стараюсь им, со своими тренерами, с командой, направить их, но, я думаю, я попозже об этом скажу, вообще, для чего, что и как, мы стараемся сделать из них не только военных. Потому что, я всегда всем говорю большие такие слова, я считаю громкие, что великая страна носуется по количеству великих людей, которые проживают в стране, а не по количеству народу, которые в ней проживают. Великие люди в политике, в экономике, в спорте, там, военные люди. И мы, задача наша, как можно больше вот этих великих людей воспитать. Ну, я придерживаюсь той позиции, что все идет через спорт. Потому что, если спорт тебя закаляет, то у тебя, в принципе, все остальные трудности будут нипочем. Главное, чтобы у тебя была голова на плечах. Потому что некоторые живут тоже, вот, постоянно в спорте, постоянно. И все другие аспекты жизни не замечают. А это нужно знать. Спорт – это какое-то вдохновение. Я уехал, и, наверное, как бы это и мой был выбор, но, наверное, был выбор еще моей матери. Вот, зашли низкий поклон. Ну, там еще несколько было таких различных моментов. То, что нас было трое, она одна, это 90-е годы. Тяжело, конечно. Ну, я помню, да, у нас огород, у нас до сих пор дача есть. И вот, если бы не огород, мы два года сидели на картошке. То есть, это были такие годы. Она у меня и работала и учительницей, и репетитором, и уборщиком. И мы с братом помогали ей периодически по утрам убирать снег. Она где-то какие-то еще подписи ставила на хлебозаводе, работала, приносила периодически вот этот хлеб обычный. Для меня был обычный завтрак – это чай и хлеб. То есть, я даже сейчас спокойно это могу съесть, это как-то у меня все осталось. То есть, я не скажу, что как бы я рос в обеспеченной семье, на самом деле, нет. Но вот эти трудности, они меня закалили в любом случае. И потом это был ее тоже выбор, что я стану военным, потому что я был полностью на социальном обеспечении. То есть, где-то накормлен и есть какая-то цель. А дальше, наверное, моя голова сформировала идею. Конечно, то есть, еще когда нет отца, ну, такого воспитания. Нет, так если у меня отцовского, воспитания постоянного, то, конечно, женщине одно очень сложно. А тем более мальчишкам, им нужны именно вот такое, скажем, отцовское воспитание в определенном возрасте. Да, я с вами согласен. Но у многих это есть. У меня отец, как бы, он в любом случае есть, мы постоянно общаемся, он мне сейчас помогает. Но в детстве его было не так много, как, может быть, хотелось бы. Вот так скажем, да? Ну, конечно, потому что, когда люди не вместе, все равно, там, работа, дела, еще что-то. И так, когда даже вместе, многие отцов не видят, да, потому что работа, дела, поздно родители возвращаются, это, ну, большая проблема. Дети чаще всего остаются либо на обеспечении школы до какого-то времени, потом сами себе, да, и не так, да и сегодня, в принципе, не у всех есть возможность постоянно водить на разные секции, потому что люди работают для того, чтобы прокормить свою семью. Да, это правда. И после уже вот этого, получается, было высшее военное, вот вернемся, потому что я говорил, что первый, второй курс, ты не понимал, куда ты хочешь пойти, а вот с третьего курса, помню, ездил еще, там были такие путевки, я их называл воентура, курсанты и военные, они платили всего 30% от этой стоимости. И именно вот в эти поездки на поезде я почему-то начал читать, там, такой, такая была серия книг, ну, художественных, там, спецназ ГРУ. Я прочел, ну, наверное, 20-25 штук в общей сложности, там, за несколько месяцев, и прям что-то это у меня вбилось. И я думаю, блин, почему я пошел именно в ракетные войска, потому что они, в первую очередь, готовят инженеров, ну, как скажем, ну, не боевиков. И загорелся желанием, и как раз там к некоторым офицерам, которые нас тактику преподавали, я знал, что они из общевойсковых училищ, много, некоторые из них воевали, я пытался вот обратиться, они говорят, так, Илья, все решим, на практику, на старших курсах поедешь в часть спецназа ГРУ. А потом у меня есть хороший близкий друг, у нас разница с ним 12 лет, получается, мне на тот момент было где-то 20, мужа 32, он достаточно такой боевой офицер, и первую кампанию прошел, и в 58-й армии послужил, там, когда грузины, в Абхазске, по-моему, конфликт был, точно, могу соврать, честно, извиняюсь, не могу, не помню. Так вот, он в какой-то момент мне просто сказал, что у него есть знакомство в подразделении, вот, и говорит, давай попробуем туда. Я говорю, а почему бы нет? И вот после вот этого начался такой, наверное, долгий, трудный период именно перехода, потому что на четвертом курсе я начал заниматься рукопашным боем, а в детстве у меня мама, чтобы я не вошел во все эти уличные кампании, в 90-е годы было очень сильно модно нюхать клей среди молодежи, у них такое вот это было, и я встречал их, соответственно, иногда в кадетских корпусах, но молодежи все разные, со всей страны съезжаются, главное это вовремя пресечь. Так вот, и чтобы я не попал под улицу, она меня отдавала во все, что только можно, то есть я занимался музыкальной школой, это, считай, 3 раза в неделю хор, 3 раза в неделю пьяно, 2 раза в неделю сольфеджио, 1 раз в неделю музыкальный. У нас мама молодец, да, и работала, и пыталась себе семью прокормить, так еще и во все эти кучки. Да, и брат, и сестра у меня тоже так учились, и плюс, получается, я именно в те годы занимался музыкальной, в музыкальной школе, и занимался каратэ. В 90-е годы у нас очень было модно слово каратэ, вот. Бокс он всегда был, но он не был так популярен, как вот именно вот этот вид спорта, и меня она отдала туда, получается, был спорт и музыкальная школа, потом был перерыв, 3 года в кадетском корпусе, и только со второго курса я начал заниматься рукопашным боем. Рукопашный бой как раз начал набирать обороты, на самом деле вот рукопашный бой, это любительский вид спорта, хотя по нему сейчас руководство нашей федерации, международная федерация сделала профессиональные поединки. Как правило, сейчас мир захватывает эти смешанные единоборства, достаточно, спорт очень сильно популярен. А там база все-таки есть. Да, а база рукопашная, она всегда есть. Самый рукопашный. Да, 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 туда приходят либо борцы, очень мало, но все-таки приходят боксеры, так как вот Петр Ян, который у нас чемпион ЮСИ, он все равно выходец из бокса. Но выходцев из бокса не так много в смешанных единоборствах, как выходцы именно из рукопашного бой, из панкратиона, и, соответственно, из борьбы. Как правило, это бывает вольно, бывает даже и самбисты встречаются, и дзюдоисты. Так вот, и вот как раз я начал заниматься, и мне сказали, твоя задача тому образом, где понравится, чтобы тебя отобрали. У меня тогда еще был вес такой маленький, 62 килограмма, и я очень сильно поэтому комплексовал, потому что в подразделении там средний рост был метр там 78, по-моему, говорили, а у меня метр 70 всего лишь, метр 69, так скажем. И я очень сильно переживал из-за этого, да, маленький вес, как так. Извините, у меня все-таки альфа-подразделения, и вот эти войска все достаточно выбирают сразу, а не по физике. Нет, на самом деле не то, что по физике. Как оказалось в дальнейшем, это была просто проверка. Мне закинули вот эту идею, и я должен ее был переварить, сдаться или не сдаться. Я все-таки не сдавался. А когда пришел в подразделение, там достаточно было, ну, много моего телосложения. Ну, смысл такой, как мне все ветераны говорили. Большой человек – это большая цель. Попасть легко. Маленький человек – это маленькая цель. Легче попасть. Ой, точнее, сложнее попасть. Плюс еще бывает, альфа же она создавалась непосредственно, это в 1974 году первоначально, как освобождение заложников на различных видах транспорта. А у нас такие виды транспорта есть, как самолет, где маленькое лобовое стекло у пилота. Туда человек еще с бронежилетом, крупных габаритов, вообще-то не влезет. То есть есть люди моей комплекции были достаточно… Очень нужны. Ну, тоже нужны, потому что надо было проникать. Вот. Это уже потом в современной России немного у нас задачи поменялись. Так же, если раньше в советское время можно было негабаритно, то сегодня спорт перешел на такую, скажем, стезю, некоторые виды спорта, где физика играет роль. Сейчас вы знаете, но я могу поспорить немного. Ну, это моя точка зрения всего лишь. В советское время спорт тоже был очень сильно развит, но тогда не было какого-то профессионального спорта. И люди были, они выступали на Олимпиадах за Советский Союз. При этом у них была еще какая-то своя профессия, понимаете? А сейчас мы полностью углубляемся в это. И порой тратятся неимоверные финансовые средства, а некоторые вещи социальные, они упускаются. И поэтому… Но это шоу, и люди почему-то идут на шоу, им это нравится. С другой стороны, если взять все, убрать вот это все, и оставить, ну, сделать все, образно говоря, для нормального жизнеобеспечения человечества, допустим, наших россиян, я считаю, что это тоже правильно. Но с другой стороны, куда им дальше ходить? Как бы какие-то театры? Ну, я думаю, вы меня понимаете, о чем я. Ну, с моей стороны, я еще раз говорю, наверное, я бы все-таки урезал бы какие-то вещи и направил их на то, чтобы все-таки россияне чувствовали себя. Да, в первую очередь воспитывать нужно человека, а потом уже спортсмена, специалиста, там еще что-то дальше. В первую очередь все мы должны быть людьми. Это основное качество. Знаете, в современном мире, мне кажется, это всегда было у каждого свое понятие нормального человека. Вот вроде вы считаете себя нормальным человеком, я считаю себя нормальным. Но почему-то, ну, это испокон веков, это длится человеческая какая-то зависть. Не знаю, знаете, если взять... А может страх, вот знаете, я иногда думаю, что зависть это и есть проявление страха. Вот кто-то боится, потому что внутренне сам не уверен в себе, не уверен, что может выдержать определенный бой. Неважно, да, в любой сфере. И он начинает не то что завидовать, а бояться, что его подвинут, что его еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И поэтому начинают противодействие, скажем так, мешая каким-то великим целям, на самом деле. Ну, не спорю. Просто если бы каждый человек, наверное, понимал, для чего, что он делает, ну, наверное, было бы, мне кажется, меньше воин. Вот если, знаете, углубиться еще в историю, есть вот то ли сказания, то ли это из Библии взято, не помню. То есть там говорили человеку, вот я тебе дам все, все, что захочешь, Господь, а вот твоему соседу дам в два раза больше. И вот реакция этого человека была, выколи мне глаз Божий. То есть вот такой момент. Смысл в том, что, к сожалению, люди порой, ну, это не все, это... Ну, это бесы, надо их изгонять из себя. Ну, как значит, представьте, мы сейчас всех изгоним, у нас полмира исчезнет. И изгонять из себя бесов. Вот если ты чувствуешь, что ты завидуешь кому-то, ты должен очищаться. Это работа, в первую очередь, каждого человека. Значит, это бесы, нужно с собой работать. Да, с самим собой, и понимать, что такое хорошо, что такое плохо. И я вообще сторонник того, что человек может измениться вообще в любое время. Кто бы вот что ни говорил, что в 35 лет, 40, да что там? Это даже касается единоборства. Он приходит заниматься, он говорит, что, куда? Да, да никогда, никогда не поздно. Если даже с точки зрения спорта, я не помню, как его фамилия, он, по-моему, из Дагестана или из Чечни, он пришел в 38 лет с нуля заниматься, хочу драться. И, по-моему, через несколько лет, через 5-6 лет уже на ИСЕИ, ну, у нас промоушен есть, единоборство, дрался. Понимаете, никогда не поздно. То же самое и с повседневной деятельностью, если есть какие-то отрицательные черты, зависть, лицемерие, что-то еще. Ну, по большей части, наверное, скорее всего, зависть, именно она губит людей. Я считаю, что я очень сильно верю в энергетику. То есть, когда человек делает что-то хорошее, ему надо отплатить этим же, пускай не в таком же объеме и не тем же подарком, но хотя бы каким-то вниманием. И тогда взаимосвязь между людьми, она становится лучше. А порой, если этого не происходит, то есть, конечно, другие люди, которые все равно будут делать это добро. Это из той серии, что тебя ударили там по одной щеке, подставь, вторую. Ну, у меня бабушка все время так говорила. Нет. Пусть тебя камнями, а ты хлебом кидайся. Вот она сама по себе такая всегда была. Как бы она, вот это, мне кажется, вообще величайшие люди, которые умеют настолько, не то, чтобы прощать, а она настолько воспринимала людей, их слабости, как детские шалости. Знаешь, когда своего ребенка, ты не можешь за какие-то детские шалости сильно поругать или сильно обидеться. Ну, попробуй на своего ребенка сильно обидеться. Да, и вот она ко всем так людям относилась. Это достаточно сложно. Я пока так не научилась. Нет, ну, люди такого темпераметра, я подразумеваю, живут достаточно долго, потому что это, считай, сколько она успокаивается, она не держит в себе зло, потому что, ну, у нас в реале... Она была участником Великой Отечественной войны и получилась такие тяжелые травмы по здоровью. Конечно, она все-таки до больше 70-ти прожила, но все равно из-за войны, конечно, тяжело. Ладно, давайте вернемся к дальнейшему. Я бы, в принципе, хотел рассказать слушателям, потому что вчера в социальных сетях я выложил, что мы поговорим с вами, в принципе, о моем подразделении, где я служил и непосредственно... Я не говорил про программу спортивно-технического клуба «Ярополка», а написал, если вы увидели, как тяжело в наше время сделать социум. Социум – это, ну, социальная среда, где люди, в принципе, находятся вместе с одними взглядами... Идеи. Идеи, да, и тому подобное. Вот я сравниваю, конечно, и я не хочу сказать, что вот постоянно сейчас иногда слышать из моих уст слова «Советский Союз». Ну, я могу просто сравнивать, почему? Потому что я в нем родился, как ребенок, я некоторые вещи не мог до конца понять, но с учетом того, что я очень общительный человек, приходится много общаться и брал эту информацию. Плюс периодически люблю читать и смотреть, как это было раньше. В современной России много, ну, достаточно то же, чего не было в Советском Союзе, но я считаю, что именно вот социум, он потерян. В современном мире очень сильно делается акцент на индивидуальность, на индивидуальную личность. Да, это хорошо, человек развивается, человек должен учиться всю свою жизнь, но невозможно, понятно, всеми профессиями обладеть за столь короткий срок. Там, сколько мы сейчас берем, средний возраст, от 60 до 80, ну, дай бог мои слова, дай бог вообще 100. Ну, не освоишь ты все. Ну, специалистам во всем прям, конечно, стать невозможно. И, к сожалению, вот этот социум потерян. И я, конечно, когда создавал то, чем я сейчас занимаюсь, у меня… Как вообще получилось, вот вы перешли в альфа-подразделение, какие-то первые… Я занимался спортом, при этом выступал на всех соревнованиях, при этом, да, вот служил и участвовал, есть у меня государственные награды. Но в какой-то момент просто вот, ну, взгляд начал смотреть на молодежь. То есть мне уже, я когда в подразделение перешел, это 2007 год, мне было 23 года. В принципе, я сам молодежь. Сам молодой. Но вот где-то в 26-27 лет я начал задумываться, потому что, во-первых, хотел что-то передать, наверное, детям. И ты смотришь, уже начались вот эти практически у всех компьютеры, у всех мобильные телефоны. Это хорошо, мир развивается. Но, с другой стороны, все равно там есть очень много отрицательных моментов, которые человека, как индивиду, могут тянуть вниз. А с другой стороны, вы знаете, я когда замком взводом был, высшим военным училищем, если честно, ну, я не стесняюсь это говорить, мне понравилось командовать. Я был вообще такой маленький, у меня все мои… Наполеонские подходы. Ну, я не… Не, ну, это что-то было во мне. Мне нравилось не то, что командовать, а именно организовывать. Командовать можно в различных моментах. Не сидя в кабинете, ноги вот так вот повесив, пошел то, я ничего не делаю. Я всегда был трудоголиком и всегда все задачи там выполнял со своими курсантами. Многие у нас становились замком взводами. Это первая положительная точка зрения, это положительные моменты этой должности, что ты работать не будешь, ты только будешь назначать на работы. А я всегда старался со своими ребятами работать. И в какой-то момент, когда я уже ушел в подразделение, там, ну, там как бы нас не так много, и чтобы стать, образом говоря, руководителем, нужно достаточно долгий период пройти. И мне, видимо, не хватало вот этого, что я люблю все организовывать. Я в какой-то момент, плюс желание с молодежью позаниматься, передать им свой опыт боевой, как ни крути, все-таки, спортивный, потому что я еще выступал на тот момент. Я вот решил создать секцию, это у нас начиналось все там при Знаменской церкви в Красногорске, мы взяли в 5-й гимназии большой зал, и там мы занимались. Мои знакомые, мои сослужицы, руководители помогли мне с борцовским ковром, так как рукопашным боем, ну, на обычной траве, на жесткой поверхности не позанимаешься. Так как там постоянно броски идут, а как детей, и вообще сами будут люди падать на твердый пол, это в основном каскадеры только делают. Вот, помогли мне с ковром, и вот что-то мы закупили там из лап, из макевара, макевара это лапа для ударов ног. Я понимал, что с моими командировками мне нужен человек, который будет меня заменять, потому что вдруг я улечу там на месяц, на два детей. Вот, и взял еще тоже своего друга из подразделения, он мне отвечал за довоенную подготовку. И вот так потренировали, получается, два раза в неделю была тренировка, и третий раз в неделю была довоенная подготовка. Спустя, образно говоря, там полгода мы поехали на чемпионат Москвы, у нас там было несколько медалей, я прям захотел их, ну, вот этот наш, как сказать, маленький подвиг первый в СМИ, в Красногорском, ну, распиарить. С некоторыми людьми, получается, я не нашел общий язык, потому что мне сказали, вот ты занимаешься, и все замечательно, не буду просто говорить фамилии. А я не хотел, я хотел, наоборот, еще больше брать, и как-то у меня все это разрасталось. В конце концов, мы, получается, я стал заниматься клубом самостоятельно, так как все-таки, когда я создавал, в любом случае, там было под покровительством одного человека. А потом я отсоединился и начал заниматься детьми более самостоятельно. Мне вообще это нравилось, знаете, безумно, когда вот дети у тебя есть, ты делаешь список, на каждого ребенка ты делаешь психологические портреты. Я вспоминаю, как я замком завода был, какие его там хобби, не хобби, что у него есть, какая семья обеспеченная, там, необеспеченная. Не обеспеченных семей всегда, даже до сих пор, сколько сейчас у меня там детей, около двухсот, я стараюсь какие-то подарки, ну, подарить с точки зрения, там, экипировки. Но я всегда это дарил, знаете, с каким моментом? Если у тебя малообеспеченная семья, и ребенок ходит и проявляет безумный интерес к нашему движению, тогда я поощряю. А если малообеспеченная семья, и ребенок ходит раз-два и обчелся, я могу, конечно, подарить, чтобы смотивировать, чтобы он больше еще ходил. Но все зависит от человека, какой ребенок, все зависит от личности, которая приходит к вам на тренировку. А подскажите, как получилось, что вы совершенно ушли с подразделений и вообще полностью стали заниматься? Было какое-то внутри, не знаю, какое-то сомнение? Вы знаете, мне до пенсии не хватило года-два месяца, до минимальной, да, вот, до минимальной пенсии. И я порой с вами служивцами... До 33 года, получается, у вас была пенсия? Нет, 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 там не возраст, там выслуга лет. У меня шел год за полтора, обычно, когда выезжаешь в командировки, год за три идет. То есть там достаточно накопилось, и порой мои служивцы мне тоже говорили все, что я очень неправильно. Но я сейчас таким хорошим словом просто сказал, неправильно я сделал. Там, конечно, другие слова были. Но там просто меня уже клуб захватил полностью. Я, считай, начал заниматься с детьми в 2010 году, а урился в 2015. Но первые два года, 10-11, они были просто, это обычная секция была, где я просто тренировал и чуть-чуть пытался там себя отдать и научить. Но потом я понимал, что, чтобы воплотить все мои мечты, нужно отдельное помещение, нужно достаточно еще больше народу, потому что я один не справлюсь. И вот... Но это целая уже как семья, новый организм. При этом я еще служил и выезжал в командировки, и где-то уже начиная с конца 2013 года меня вот это все захватило. Я должен был, наверное, из боевого дела перейти в инструкторский. Потом наши все руководители, получается, там ушли дальше на повышение, ушли из подразделения. И, в принципе, там моя просьба, она затерялась. Но я ушел нормально, и мне все говорили, сослуживцы, надо было досидеть. А для меня, вот если честно, внутреннее такое состояние, я хотел, наверное, быть как-то своим пацаном, я скажу, как есть. Потому что это все-таки боевое подразделение, и если бы нас там не так много в штате, и если бы я просто просиживал это время, это эти годы, два месяца, а ребята бы бегали, воевали, а я просиживал, это, ну, это, наверное, трусость какая-то. И я все-таки, вот, несмотря на то, что там до пенсии еще оставалось совсем чуть-чуть. Не по понятиям. Не по понятиям, но нет, ну, есть различные вещи. Некоторые, знаете, там, что в Министерстве обороны, во многих структурах есть, называется, играть в десяточку. То есть ты, образно говоря, там смысл какой? Если ты 10 дней не появляешься наследием, тебя зовут уголовное дело. Некоторые просто там раз в 9 дней, в 10 дней появились, потом быстро убежали. А мое место-то еще занято, и я поэтому, пускай придет тот человек, который... Вот, это очень важно. Я все-таки с седьмого года по, считай, конец тринадцатого прямо служил от АДАЯ. Четырнадцатый год и пятнадцатый уже, как бы, такой у меня служба немного на спад пошла, но я все равно оставался в строю. И потом вот мне просто, ну, с момента подписания моего рапорта на увольнение, там прошло только 8 месяцев, да. В начале пятнадцатого года я подписал, и вот ближе к концу лета меня уволили. Но я все равно до сих пор, понимаете, я общаюсь хорошо с руководителями, с ребятами. И некоторые, вот я говорю, говорят мне нехорошим словом, что я плохо сделал, но все равно какое-то уважение-то есть за счет того, что я это сделал. Там, а некоторые порой вот могли так же играть, и когда они уходят. Просто для меня, на самом деле, важно мнение моих друзей, которые, с которыми бок о бок доходился, рядом. Потому что такие вот эти вот 8 лет, они прилетели, знаете, как, ты вот сразу, ты выезжаешь, и иногда думаешь, там, ну, мысли разные в голову посещали, там, сколько тебе осталось, там. Ну, конечно. Ну, потому что, да, ну, это такая работа. Потому что друзей достаточно, ну, как, ну, прилично, они не будут цифры говорить. Ну, да, похоронил, и ты думаешь. Переоценка жизни, ценностей, всего. Да, именно вот как раз еще в подразделении, оно, так сказать, на меня повлияло с точки зрения какой-то уверенности. И вот начал заниматься детьми. Но я всегда хотел создать то, что отличает от всех остальных. Я постоянно всем родителям, всем новым поступающим говорю вот эти слова, которые скажу сейчас вам и вам, дорогие слушатели, да. Что у нас, во-первых, своя программа и задача клуба не воспитать доблестных чемпионов, а именно нравственность, мораль. Чтобы ребенок вообще и взрослый понимал настоящую ответственность, там, за себя, образно говоря, и за страну. Многие там хейтеры есть, у нас такое понятие, как пишут, что мы аполитизированы, да, я депутат, образно говоря, да, я... Я вообще вот на самом деле это круто, что вы еще идете в политику и продвигаете именно правильную работу с детьми. Вот мне прям это больше нравится, что наоборот в политике вы, почему вы сегодня в эфире. Я очень удивилась, что вы депутат, потому что чаще всего многие занимаются, добросовестно занимаются, но остаются в своем мире. А когда люди выходят в политику и начинают заявлять, чем больше будет таких ярких личностей, наша страна будет совершенно по-другому, она будет меняться, расти вместе с нашим поколением. Вот мое мнение, я просто даже не смогла сейчас не выставить свою реплику, но на самом деле это и есть цель, цель вообще всей нашей страны, чтобы каждый такой человек, как вы, мог выходить в политику и со стороны административной помогать таким честным, правильным организациям воспитывать наше молодое поколение. Ну я в политику пошел, знаете, потому что у меня уже был опыт, как ни крути, все равно я помогаю детям, людям, и просто захотелось помогать, собственно говоря, обычным нашим жителям. Потому что я пошел по тому округу, что-то сделано, точнее я пошел по округу, до которого вырос, и что-то сделано, что-то я могу сделать, что-то не могу сделать. Но вы знаете, если это хорошее, то вернемся к моим словам, да, то есть у нас люди из 100 поступков, там 99 ты им делаешь хорошее, а один, ну с их точки зрения плохой. Но он плохой почему? Потому что ты просто не можешь сделать, и почему ты будешь именно помнить этот плохой поступок, а хорошие дела кто-нибудь помнить не будет. Вот я говорю тоже вот по своей точке, по своей деятельности, но на самоокупаемость мой клуб никогда не выйдет. Первые три года дети вообще занимались бесплатно, да, сейчас есть ценник, ну 5 тысяч рублей в месяц, но они тренируются либо 5 раз в неделю, либо 7 раз в неделю, некоторые 6. Но вообще это бесплатно, да? Ну как бесплатно? Нет, на самом деле это у меня, просто почему я проговариваю это, у меня сын старший хоккеист, да, и когда, естественно, мы понимаем, что сегодня мы ведь живем в Москве, мы понимаем ценник московский, да, мы понимаем, что сколько стоит. Сегодня одна тренировка стоит 3-5 тысяч рублей с тренером, да, и как бы когда ребенок занимается 7 раз в неделю, или там 5 даже раз в неделю, целый месяц, это сколько у нас, 5 на 4? 5 на 4, это 20 тренировок. Да, но вот я хотел сейчас как бы вам рассказать еще, что нас отличает, допустим, остальных еще раз, да, у нас в первую очередь воспитание. Обучение, оно занимает второе место, но оно как бы тоже идет как второй заяц, но заяц с понятием воспитания, он идет чуть-чуть впереди. Дети в клуб у нас поступают до 16 лет включительно, они обязаны сдать экзамены, они сдают книгу Гимн России, Гимн Ярополка, хронологическую таблицу истории современной России. А что вы, дорогие телезрители, понимали, Ярополк мы не приурачиваем к названию князя, яро расшифровывается как свет, полк, народ, поэтому мы подразумеваем наше движение как светлый народ. Вот они поступают, занимаются единоборствами. В конце каждого триместра, я у них три раза в год беру на проверку школьные книги, за двойки, за тройки, там наказания, они бывают различные. И плюс сдача теоретического материала по истории, причем мы берем, ну, образно говоря, только 20-21 век, мы не берем школьный материал. Первые триместра, они, как правило, не сдают народа России, он всегда бывает, зачет бывает разный, но тема одна, народы. Вторая, второй триместра, это герои нашего времени. У нас очень много людей, которые вообще в современном мире сделали это советские или российские ученые, или люди, выдающиеся, но, к сожалению, они сейчас находятся не здесь, а в других странах. Но вот этот толчок о развитии, я считаю, мировой, это много сделано. Очень интересно, первый раз такое слышали сейчас. Первая фотография, первая, там много всего есть, это вот второй триместр. Третье мы всегда разбираем пока Великую Отечественную войну, но не пока, наверное, будем пока всегда, потому что, наверное, наше поколение, мое поколение, это уже последнее поколение, которое будет отмечать, к сожалению, этот праздник. Потому что остальные там уже... Я надеюсь, что мы все-таки привим нашим детям, в первую очередь, отмечание этого праздника. Но я хотел бы еще сказать, что патриотизм... Я не хочу согласиться, что мы последние в нашем поколении. Вы знаете, я еще хотел сказать, что патриотизм и патриотика, это не обязательно отмечать День Победы. Безусловно, это великий праздник, Великая Победа, но еще раз говорю, слово патриотизм и патриотика, это не обязательно, что мы празднуем День Победы. Это все вместе, но День Победы мы собираемся как социум полностью, все. Патриотика, я считаю, что одно из этих моментов, это еще знание истории своей страны. Я не даю 18, 19, 17 век одному богу известно вообще, что там было. Ну, конечно, переписанная история, несколько раз сжигалась. То есть они занимаются единоборствами. У нас в основе спорта клуба это рукопашный бой, но в рамках рукопашного боя у них раз в неделю бокс, китбоксинг, там, самбо, грэпплинг. И тренера у нас разнопланы, у нас 12 тренеров. Понятно, в штате клуба у нас около 42 человек, это и фотографы, и операторы, это и музыкальная группа, это отдельная тема. У нашего как бы движения есть своя музыкальная группа. Мы в стиле хип-хоп, поем про спорт, патриотизм, здоровый образ жизни. Группа уже существует 6 лет, и я вот нашим солистам Кате и Лёше. Слушайте, у вас уже все есть направления, да, можно прийти, заниматься, и творческие люди могут. Они же не пойдут в группу, нет, группа это просто создана, потому что молодежь, как ни крути, все равно служит музыку. А музыка, в моем понимании, это все равно какое-то вдохновение. Ты занимаешься спортом, ты слушаешь музыку, ты идешь, слушаешь музыку, и под музыку ты начинаешь мечтать, представлять. А мечтать надо всегда, я считаю, потому что рано или поздно мечты твои сбываются, если ты об этом думаешь. Но мало об этом думать, надо иногда что-то делать, и всегда ты добьешься этой цели. Вот, каждое воскресенье мы выезжаем в купель, у нас по большей части люди все закаленные. Мы, вот эта акция родилась, быть здоровым, это модно в 16-м году, и она дальше дала ход по регионам. У нас сейчас 10-я часть подходит к 22-му году. У вас только в Красногорске такие клубы, или вы планируете расширяться по всей стране? Я, естественно, планирую расширяться. И первоначально эта мысль у меня вынашивается лет 7 точно, но, к сожалению, с моей деятельностью, это с тем пароходом, который мы движем, это требует достаточно приличных, серьезных средств финансовых, чтобы обеспечить всех. А те взносы, которые платят дети, оно это не позволяет все окупить. Если я сделаю больше ценник, я потеряю всю идею. Представьте себе, будет ребенок ходить вот за такую программу, я прям все так красиво описываю, за 15 тысяч рублей в месяц, но никак, очень малые могут себе... Ну, и не то, что, конечно, конечно. Нет. Естественно, 5-5 тысяч, это у меня не минимально. У меня есть система скидок, кто-то платит 2 500, кто-то 3 тысячи, кто-то 4. Ну, мало, беспечные тоже, наверное, ходят. Сторонники есть, но их мало. Не спорю, они есть. Они есть, но их не так много. Потому что я сторонник того, что, я говорю еще раз, в мироэнергетике я... А знаешь, еще, если немножечко отдал, вот когда люди начинают платить деньги, они больше начинают отдачу чувствовать, понимаете? Вот когда все бесплатно, то человек как-то не ценит это. А когда он чуть-чуть отдал, он должен отработать. Это подсознательно, это работа с психологией. Вот когда ты заплатил денег, у тебя подсознательно ты должен, ну, что-то взять, знания какие-то или еще что-то. А вот чтобы вот еще расширить социум нашего движения, так как людей много, в разное время все ходят, так как есть еще и тренажер, у нас кроссфит. Вот я со своей командой, мы делаем 10 мероприятий в год дополнительно, вот как бы игровые виды спорта. Это внутренние турниры клуба по мини-футболу, по большому футболу, по рэкболу. Это будет баскетбол с элементами рэкби, по плаванию, по кроссу, по шахматам и по шахбоксу начали недавно проводить. Шахбокс это такая... Ну, я скажу молодым, молодежным языком, это хайповая, считаю, тематика, потому что ты раунд дерешься по боксу, раунд шахмат. То есть как бы надо думать, и при этом у тебя голова еще будет страдать от того, что ты будешь. Ну, это все равно человек, как сказать, плюс, плюс к человеку, если ты хотя бы этим занимаешься или хотя бы выступаешь. Да, потому что когда говорят, что спортсмены умеют играть в шахматы, все такие, да, ты же спортсмен. Как будто бы у нас спортсмены, а на самом деле спорт воспитывает самые... Вот эти ненужные стереотипы, которые влили в 90-х, чтобы разрушить нашу нацию, нашу огромную страну, они, к сожалению, работают. И вот сегодня все больше и больше мы рушим, и вы рушите своей работой эти стереотипы. И это очень круто. У нас осталась всего минута. Я бы, конечно, хотела сказать, чтобы вы подвели какой-то итог нашей беседы и, наверное, позвали тех детей, кто действительно хочет, может, и как вообще попасть в ваш клуб. Есть ли вообще вакансовые места? Мы на всех социальных площадках есть в интернете и YouTube-канал, свои музыкальные группы, клуб Ярополка, да, Красногорск. Пожелать, наверное, да не только детям вообще, потому что у нас разноплановый возраст. А со скольки до скольки? С пяти лет мы вообще берем. Так, если 3-4 года там детский фитнес есть, мы подготавливаем к единоборству. Самое главное, верьте в свои силы, потому что на самом деле я оглядываюсь назад и понимаю, что как вообще я вообще все это выдерживаю. А потом, ковыряясь в себе, я понимаю, что просто у меня есть идея. На протяжении всей этой идеи люди ко мне подтягиваются, некоторые отсеиваются, но по большей части присоединяются больше. И когда... А идея главная одна, чтобы никто там не думал, мы никакая там не секта, ничего, неаполитизированная. Просто воспитать нормальных, высоконравственных людей. И как правило, я, наверное, побольше говорю, что все-таки воспитать каких-то лидеров. Вот. Я безумно со своей командой одержим, чтобы в каждом регионе наш клуб, наше движение было. Вот. Поэтому... Мы желаем вам удачи. Да. И у нас уже вышло эфирное время. Я благодарю вас за вашу работу и за то, что вы сегодня нашли в своем графике время. Спасибо вам большое, Илья Сергеевич, что вы сегодня были с нами. Это мой любимый жест. Редактор субтитров А.Семкин